Мирные шествия в Алматы перешли в жесткие нападения протестующих на силовиков, государственные учреждения и объекты бизнеса. Неуправляемая толпа сначала грабила, а потом рушила и жгла все на своем пути. Каковы потери предпринимателей? Смогут ли они возобновить свое дело? Кто ответит за грабежи? Расскажем в специальном репортаже. События в Алматы 5, 6 и 7 января разворачивались словно по сценарию голливудского фильма. Пожары, перестрелка, грабежи. Словом, полный беспредел. Пока мирные жители в страхе сидели дома, на улицах орудовали преступники, не жалевшие на своем пути ничего. Так приходится заходить в свой магазин. Все очень красиво. Конечно, под чистую, под ноль забрали. Магазин одежды в центре города мародеры обнесли, как говорится, под чистую. Преступники чувствовали себя почти как дома. Распивали напитки, не спеша высвобождали содержимое коробок и даже переодевались, не отходя от витрин. От жадности, окрыленной, чувством безнаказанности, мародеры надевали на себя по несколько свитеров, джинсов и курток. Над пакетами уносили туфли и сапоги из прилавков. В итоге ущерб от обокраденных 11 магазинов составил 730 миллионов тенге. Это было очень приятно, когда наш президент заявил, что поможет. И мы, конечно, в надежде, что это случится. Потому что, ну, как это все восстанавливать, я не знаю. Конечно, нет таких денег, чтобы все восстановить. Магазины одежды, торговые центры, рестораны и кафе. Число пострадавших объектов бизнеса перевалило за тысячу. И их могло бы быть гораздо больше. Несладко пришлось и магазинам по продаже оружия. На самую крупную точку грабители совершали налет два раза. Сначала отчистили витрины с туристическим снаряжением. Не добравшись до торгового зала, с оружием уехали. Вернулись уже с полной экипировкой инструментами для того, чтобы пробить отверстие в стене и срезать толстую металлическую арматуру. То оружие, которое хранилось там, значит, было закрыто вот этой вот бронированной плитой. И сломать эту плиту они не смогли. Также они не смогли сломать стену. Они пытались ее ломать довольно долго. После этого они обошли и начали ломать стену. Изрядно потрудившись и пробив стену, преступники так и попали в торговый зал. Но здесь их ждал неприятный сюрприз. Оружие на витринах было деактивированным. Это значит, что из него нельзя стрелять. А вместо патронов в коробках лежали муляжи. Те, кто это знал, начал ломать ружья об стены. А те, кто не в курсе, унесли пистолеты и двустволки с собой. Всего из магазинов было похищено 1347 единиц боеприпасов. Ущерб составил почти 6,5 миллиардов тенге. Преступники себя здесь чувствовали очень вольготно. Они не просто хватали и бежали. Они меряли, красовались перед зеркалом этим оружием. Находили нужные размеры. После этого довольные, я так думаю, уходили. Они вынесли тяжелые лодки. Они вынесли лодочные моторы, которые несколько сот килограмм весят. Там нужно очень много народу, чтобы его просто поднять. Срезали батареи отопления еще. Почти по такому же сценарию грабежи происходили и в крупных магазинах бытовой техники. 5 января мародеры вынесли все, что уместилось в руки. Мобильные телефоны, ноутбуки, фены и многое другое. На следующий день грабители приехали обчищать склад. Забрали все, начиная от миксеров и плоек и заканчивая крупногабаритными плитами и холодильниками. После того, как вынесли все ценное, преступники, не жалея сил, разломали все, что уже не унести. Витрины, рабочие компьютеры и мебель. Как говорит охрана, порядка 100 человек с оружием вооруженные зашли в торговый центр, начали его громить полностью. Утром, когда 6 января мы приехали, звонили в полицию, но полиция не приезжала. В это время полиция Алматы вела свои ожесточенные бои с преступниками. И пока стражи порядка отстреливались, охраняя арсенал государственного оружия, мародеры продолжали беспощадно убивать бизнес. Урвать свой лакомый кусочек пытались даже женщины. Все происходило так, будто в городе орудовала банда ненасытных дикарей. Срезали батареи отопления, уносили кофе машины. Кто-то даже отнял у раненого солдата служебную собаку. Цапок лички Найт нашли в частном секторе в Алматинской области. Он был на привязи и охранял земельный участок. Найдут ли весь украденный товар из магазинов, торговых центров и ломбардов – большой вопрос. Уже сейчас на популярных сайтах можно увидеть множество объявлений о продаже дешевых, но люксовых ювелирных украшений, одежды и бытовой техники. Спустя несколько дней после трагических событий в Алматы подсчитали, какой урон был нанесен бизнесу. Итак, полностью или частично были повреждены 1600 объектов. Среди них рестораны и кафе, торговые центры и магазины, ломбарды и офисы турфирм. Перечислять можно и дальше. Сумма ущерба составила почти 95 миллиардов тенге. Это колоссальная сумма, но она подлежит еще уточнению в рамках рабочей комиссии, которая будет считать ущерб. Для того, чтобы возместить прямые убытки, которые были, необходимо заявиться на сайт инфоказахстан.кз, региональная комиссия выйдет, на место осмотрит. Туда надо подкрепить все это документами фото, видеофиксации, подтверждающие документы на имущество. И в кратчайшие сроки комиссия осуществит свою работу и примет решение об уплате прямых затрат. Кроме этого, бизнесменов на три месяца освободят от уплаты арендных плачежей и по счетам за коммунальные услуги. Поддержка будет идти за счет субсидирования из государственного бюджета. И здесь нужно внести ясность. Прямые выплаты за утерянный товар и пострадавшее имущество получат только представители микро-, малого и среднего бизнеса. И для этого предпринимателям необходимо представить все подтверждающие документы. В случае, если бумаги утеряны или уничтожены, в расчет возьмут данные товарооборота предприятий за предыдущий месяц. Впрочем, по предварительным подсчетам бизнесменам выплатят 47 миллиардов тенге. Время на сегодняшний день не ограничено для подачи заявки для предпринимателей. Но мы где-то ожидаем, что, наверное, в течение где-то трех-четырех недель все заявки через Инфоказахстан будут, ну, то есть они поступят. Кстати, в Акимате Алматы делают несколько оговорок. Предприниматели получат компенсацию только после того, как на сайте соберется 90% заявок. Но до этого каждому пострадавшему необходимо пройти независимую оценку. При этом, если у предпринимателя нет подтверждающих документов, ему оплатят 80% из суммы последнего товарооборота. Поэтому для тех, кого не устроит компенсация, есть еще другой выход. Последняя опция, наверное, которую надо упомянуть, это четвертая категория предпринимателей, которые будут не согласны с результатами оценки проведенного аудита, то есть понесенного ими ущерба. Для них также предусмотрена возможность повторного обращения в полицию. Уже в рамках уголовного дела будет назначена дополнительная судебная экспертиза, которая должна определить, то есть конкретно, ну то есть та или иная ценность, которая находилась на месте, подтверждение, то есть она там сгорела или там ее украли, или что-то с ней произошло. Останутся ли предприниматели довольными размерами компенсации, покажет время. Но уже сейчас многие из них боятся бюрократии и несправедливого аудита. Ведь доказать, что вместе с дорогостоящим оборудованием сгорели и документы на него, очень сложно. Да и товарооборот за последний месяц не показатель истинной прибыли. В данном случае это скорее индикатор убытка предпринимателя. А убытки, по мнению экспертов, будут. И простые, даже совсем небольшие, могут сказаться на экономике в целом. Пока же предприниматели работают, засучив рукава и не ожидая сторонней помощи. Владельцы магазинов сами меняют разбитые окна. В ресторанах и кафе возобновляют работу без дорогостоящих аппаратов и оборудования. Сметают сломанную мебель и не дают сломаться своим надеждам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова